В Хабаровском крае тяжелая, а главное взрывоопасная ситуация. Такое вот сообщение среди прочих сделал со сцены Вадим Цыганов, композитор, продюсер, художник, путешественник и муж Виктории Цыгановой, которая выступила 31 августа с концертом на Комсомольской площади в Хабаровске в рамках праздника «Краски осени». Что конкретно имелось в виду, Вадим Цыганов не уточнил. Политинформ обратился за комментариями, однако получить их не удалось. Плотный график артистов не позволил этого сделать. Придется пробовать разбираться самим, вместе с теми, кто пришел на концерт. Будем отталкиваться от реальности. Вика боец. У ней характер дальневосточный. Она занимается, занимала скилку шинкай. Это самый жесткий вид спорта. Человек, который может отстаивать все. И самое важное, она не принадлежит никакой партии. Есть запрос сделать по совести. И есть такая возможность. И если мы вместе, мы многое можем сделать. Потому что в крае очень тяжелая, а самое главное, взрывоопасная ситуация. Здесь она по благословению старца Ильи, чтобы удержать, чтобы сделать. В тяжелый момент край должен подняться. Мы все вместе приложим все усилия. С нами боевое братство. С нами люди, которые не жалеют жизни для своей Родины. Поэтому мы здесь. Поэтому мы с вами. Офицеры России для вас. Сам концерт, песни, исполнение. Продукт, безусловно, качественный. Все прошло на профессиональном уровне и это понятно. Виктория Цыганова – профессиональный исполнитель с большим стажем. Петь песни – это, читай, основная работа Виктории. А писать стихи, сочинять музыку, продвигать проект Вика Цыганова – это работа ее мужа Вадима Цыганова. Поэтому здесь все понятно. И да, всякое живое исполнение – это эмоции, энергетика, чувства. Но кто в Хабаровске откажется в последний день лета послушать землячку, известную российскую артистку Викторию Цыганову. Во всяком случае, те, кто нашел возможность перейти на площадь в субботу, 31 августа, концертом остались довольны. Прекрасный концерт. Какие чувства вызывает Виктория? Подушевление, радость, ну каких-то надежд. Ну, как, патриотические такие. Здоровье. Почаще бы такого, чтобы город сходился. А то одни там, другие там. Какие чувства? Ну, патриотизм. Хабаровский край, Хабаровск. Мы за. Воспоминания. Детство. Патриотизм. Чувства? Патриотизм. Чувства веселья и радости. Патриотические чувства. Самые такие душевные, лирические, патриотические, ну и от сердца напела, от души, конечно. Волнение. Патриотические. Восторженные. Слезы. Патриотизм. Вика Цыганова, я ее очень люблю. Она училась в нашей школе, 28-й, в ЛИСЕИ, военно-морской. Там и дети мои учились, и все внуки. У нас в парке выступала, в парке Лича, в парке ТОП. Народ ее любит. Мы за нее. Собственно, концерт концертом, а предвыборную борьбу никто не отменял. И это было видно по ненавязчивой наглядной агитации. И как бы Вадим Цыганов не убеждал публику в том, что его супруга вне всяких партий, Виктория Цыганова остается одним из главных конкурентов на довыборы в Государственную Думу по 70-му округу в Хабаровском крае. Бывший депутат этого округа Сергей Фургал, который проработал в Госдуме 11 лет, Освободил свое место в связи с избранием его губернатором Хабаровского края. Теперь либо Виктория Цыганова, представляющая интересы «Единой России», Либо Николай Платошкин, который идет от КПРФ, А именно эти кандидаты являются основными претендентами на думское кресло, Смогут занять его уже после выборов 8 сентября. Для того, чтобы это кресло оказалось у Вики Цыгановой, Партия власти несет значительные расходы из кошельков избирателей. Хотелось бы, чтобы Дальний Восток больше звучал сегодня. Может быть, наш флешмоб тоже обратит внимание. Потому что в советское время была популяризация Дальнего Востока. Снимали фильмы. Помните девушка с характером? И когда видели моряка и говорили, а ты настоящий краснофлотовец. То есть это была такая гордость, это был определенный уровень и статус. И мне очень хочется вернуть этот статус, поднять его, потому что это действительно уникальный край. И люди здесь, помимо того, что они храбрые, мужественные, стойкие, они еще очень скромные и очень, очень справедливые. Справедливо и то, что такие качества, как скромность, смелость, радушие, стремление к справедливости, присущи не только жителям Хабаровского края или Дальнего Востока. Это качество многих нормальных людей, живущих в России и за рубежом. Отсылка же к советскому прошлому Дальнего Востока из уст Виктории не вполне совпадает с идеологическими установками партии, интересы которой продвигает артистка. Дальний Восток времен СССР и Дальний Восток времен сырьевого капитализма – это совершенно две разных истории. И в моем любимом городе Хабаровске, и в Комсомольске, и в Амурске, и в Охотске, в Сихачи Алине, Аляне, Николаевске на Амуре. В общем, весь народ с любовью исполнил эту песню. Я думаю, что это станет не просто подарком для Хабаровского края. Родина начинается здесь, у высоких берегов Амура. Это станет подарком для всей России, потому что Хабаровский край умеет трудиться, умеет петь, умеет радовать людей. Он многое что умеет и заслуживает хорошей, достойной жизни. На концерте показали клип на песню «Приходите в мой дом», записанной в разных уголках Хабаровского края. Именно об этой песне говорит Виктория, как о подарке для всей России. Клип добротный, песня душевная, но все это имеет мало что общего с бедной жизнью большинства. Расходы на концерт – это всего лишь политический инструмент в предвыборной борьбе за голоса избирателей. Во многом расчет делается на добродушие и землячество, на психологическое послевкусие песен об Амуре, Родине и небесах с облаками, и откровенно на низкий критический порог восприятия действительности и низкую политическую грамотность. «Шла еще, мне хочется спеть». На ваш взгляд это просто концерт или это концерт-агитация, призыв к голосованию? Второе скорее. Агитация. Ну и, наверное, и то, и другое. Месяц, и другое. Неплохо, если и призыв, или просто концерт, все равно приятно. «Концерт-агитация, согласны с вами?» «Скорее всего агитация, я так думаю. Потому что такое никогда. Она же ни разу в нас не пела никогда до этого. И до нас. Тоже могу сказать, что агитация. Такого же мнения. Ну понятно, что и концерт. Не, ну мы пришли просто на концерт. Это агитация, конечно. Сто лет не приезжала, а тут приехала. Нет, ну она приезжала. Вика Цыганова живет роскошно. Ее по телевизору показывали. Что она может дать, что она социально может предложить людям, которые действительно в нищете живут, в Хабаровском крае, вообще везде. У каждого из кандидатов свое средство политической борьбы. Например, у Николая Полотошкина это постоянные встречи с избирателями. Разбор любых вопросов простым и понятным народу языком. Сравнение достижений социализма и капитализма. Нахождение в самых разных точках краевой географии. Непосредственный контакт с народом. Открытость к любому диалогу, к любым дебатам. Готовность отстаивать народные идеалы с любым оппонентом. У Виктории Цыгановой это песня, музыка, стихи, душевность. Короче, художественные средства выражения. А еще опора не на научное опознание мира, а скорее на сверхъестественное, на религиозно-мистическое. По мнению кандидатов, предвыборная борьба должна убедить людей прийти на избирательные участки. ПЕСНЯ 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 Это ответит Россия ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вы до заний придете на выборы? Обязательно. От наших голосов зависит многое. Без всякого умысла. А вы в сентября придете на выборы? Конечно, придем. Уже определились, за кого вы будете голосовать? А честно, кроме Вики, никого не знаем, кто еще будет. Честно. Почему мы придем? Конечно. Уже определились, за кого отойдите с проголоса? Куда? Народ-то поет, смотря за кого и как. А народ поет. Вы должны определяться с нами. Вот год назад пошли голосовать. У вас еще одна неделя. Да, целая неделя будем думать. За молодежь! За молодежь! А за какую партию еще не определились? Подумаем. Подумать. Это секрет. Конечно. Обязательно. 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 А вы? Аминь. Обязательно. Всегда ходим. И вы уже определились, за кого голосовать? Конечно. Мы вас спрашивать не будем. Главное, что вы придете. Придете. Обязательно придем. Ну как считаете вы? Всей семьей. А 8 сентября придете на выборы? Куда? На выборы. С родителями пойдем. Успехов вам тоже. И вам. Спасибо. Вам тоже. На выборы придете? Ну дай бог, если работать не буду. В воскресенье? У меня скользящий график. Песня? Ну вообще надо прийти проголосовать. Ну еще не определились? За кого? За какую партию? Пока нет. А с какой бы хотели связать изменения в жизни? На ваш взгляд, изменения должны наступить когда-нибудь у простых людей? У нас нет. А вешать? Ну ЛДПР, мы вообще-то... Идем. Дора Горько. А вы придем, придем. Поддержим. За Вику. Обязательно придем. Уже определились, за какие партии? Ну примерно. Да, примерно. Мы придем и проголосуем. Чем ближе день выборов, тем отчетливее понимаешь, что борьба между основными кандидатами Цыгановой и Платошкиным накалена до предела. Обновленная молодежью команда краевой КПРФ и всегда сильная админресурсом «Единая Россия» столкнется в финальном выборном сражении за депутатский мандат в Госдуму в лице певицы, дизайнера, хозяйки большого в купеческом стиле подмосковного имения с одной стороны и общественного деятеля, историка, публициста, дипломата, человека нового социализма с другой. До выборов остается четыре дня. А я буду вновь. И надеяться где-то, что ли скажет тихуна. Никогда обострю. Я закрою глаза. Я один и забуду. А какие, на ваш взгляд, основные задачи должна решить Виктория, если она станет депутатом? Основные задачи, которые волнуют жители Кабаровского края. На ваш взгляд. Чтобы Дальний Восток наш был Дальним Востоком, но не чужбиной. Понимаете? Да. Чтобы к нам люди шли, ехали и уезжали из Дальнего Востока. Ну и патриотическое чувство воспитывали с поколением молодого. Спасибо. Наши голосы слышат. Если она станет депутатом, первая ее задача, это не подломиться под фракцию. Это первая задача. А потом уже сделает то, что она говорит сейчас. За правду. За совесть, за любовь. За совесть, за любовь. Это общие слова. Вот именно для жителей, для людей. Для жителей. А что она может сделать для жителей? Вот лично она. Лично она сама ничего не делает. И дай Бог, чтобы они были. Сделать можно только все вместе. Спасибо за плату. Только вместе. Иначе никак. Чтобы наши жители лучше, качественнее жили. У нас были условия для жизни более качественными. Да. Конечно. Чтобы дети наши развивались. Чтобы дети, садики, квартиры, хорошие зарплаты, чтобы были. Чтобы это было для людей все достойно и доступно. Вот. Если она будет решать эти вопросы, конечно, мы будем только рады этому. Ну, они, Единая Россия, меняются. Во всяком случае, в лучшую сторону, я так понимаю. Что-то хотят там переделать. А что бы хотелось переделать от вас в жизни? Услышать народ, услышать. Что говорят люди, конечно. Должны связывать свои надежды, наверное, с сильным лидером, да? Конечно. С умным, со знающим. И Виктория, это, возможно, она. Пожалуй, увидимся. Скорее всего. Такие люди, как Виктория, как думаете, могут повлиять на нашу жизнь? Изменить что-то? Решить какие-то серьезные проблемы? Я думаю, все возможно. Мы будем надеяться, что Вика Цыганова будет болеть за Хабаровский край. Что надо сделать для края, для города? Самое главное, чтобы она не забывала нас. Мы верим, гордимся, что у нас есть настоящая Вика. Добра тебе, здоровья. Мы с тобой. А какие задачи именно, которые волнуют простых жителей, она должна решить? Помогать людям, а не правительству. Людям, с Хабаровским, с Хабаровским, с Хабаровским, с Хабаровским, с Хабаровским. Скажите, если Виктория станет депутатом, на ваш взгляд, какие основные задачи жителей города и края она должна решить? Три основных, на ваш взгляд. Ну, первое, это обязательно, чтобы наш Хабаровский край был ближе к Москве. Имеется в виду переезды, это раз, проезды. Второе, конечно, цены. Доставка далекая, с центра России, тоже самое. И третье, это, ну, наверное, все-таки развитие культурного. Больше артистов, больше развлечений для народа оттуда, с большой земли, как мы говорим. Мне кажется, она должна развивать молодежные направления в плане каких-то развитий, возможно. Добровольцы, добровольческие отряды. Дополнительные какие-то кружки по образованию, возможно, это нужно. Возможно, это будет лучше, если это будет на добровольных основаниях, каких-то спонсорских программах, возможно, что-то такое. Я полностью согласна. А вот насчет того, что многие молодые, мальчишки, девчонки уезжают из Дальнего Востока. Я считаю... Это проблема актуальная, нет? Надо ей заниматься или нет? Конечно, надо. Потому что даже вот у нас, например, есть такая мысль о том, что нужно отсюда уехать, потому что я, например, лично не вижу здесь перспектив, потому что я хочу поступить на педагогику. В нашем педагогическом университете не особо хорошо развиты направления, которые меня интересуют. Да и просто уровень жизни тут ниже, чем на Западе, допустим. Вы тоже хотите уехать? Да. А вы куда? Пока не знаю, но в Хабаровске оставаться я не собиралась. Вы тоже? Да. Первая основная – это проблема с билетами, то, что хотят снять плоские тарифы, ну, с тем, что очень дорогой пролет на Запад. Затем с тем, что люди отсюда уезжают массово, мигрируют. Ну, и все-таки с тем, что у нас цены высокие. И как она может вообще агитировать за что-то? Социально что-то? Ну, политика, политика дело такое, агитационная борьба. Меня будут показывать, пусть показывают. Я ничего не боюсь, я уже в таком возрасте и столько пережила. Вот столько у меня внуков и как живут, и как болеют, я знаю. А она ничего не знает. Она роскошно живет, ее муж, у нее композитор, что ей? А мы не должны еще бояться. Почему их всех, всех выбирают туда, артистов, всех вот этих вот, никого, ни парикмахер туда не попал, ни дворник в депутацию, ни слесарь. Рабочие. Раньше рабочие были. Нас регистрировали, депутат, она была парикмахер. А сейчас что? Пусть меня показывают, пусть меня увидят. Я за нее не пойду. И это надо быть дураком, чтобы проголосовать за артистов, за пикса. 4 сентября в 18.00 на Комсомольской площади Хабаровска состоится митинг КПРФ. Политинформ продолжает держать вас в курсе основных предвыборных событий. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и соблюдайте нормы приличия.